На Вернисаже «Своя земля» наидорожайшая, которую организовало товарищество художников «Мосток» при поддержке Генерального консульства Польши в Бресте, зритель не найдет картин с батальными сценами и воинствующими ораторами. Выставка – это своего рода напоминание, что результатом длительной борьбы за свободу и независимость стала мирная жизнь, уютные города, спокойные и счастливые люди, которые творят красоту. Мы собирали те кусочки земли, которые мы рисовали на пленэрах. С одной стороны Буга и с другой стороны, потому что мы ездили на пленэры и в Польшу, и в Беларусь. Поэтому здесь отображены и Буг, и польские города, и Пинск, и пейзажи, которые близки сердцу художника. Все девять членов «Мостока» художники известны не только в Беларуси, но и в Польше. Для нынешнего Вернисажа картины, а их на выставке 30, сделаны во время пленэров по обе стороны Буга. Брестские мастера кисти – частые гости в Польше. Мы соединяем две части двух стран. И на территории Польши живут белорусы, на территории Беларуси живут поляки. В принципе, это замечательно. Культурный обмен всегда очень важен на любом уровне. На уровне изобразительного искусства, на уровне музыки. И это дает взаимообогащение. И это очень важно. Девять лет товарищества «Мосток», а с польского слово переводится как «Мост», налаживает творческие связи между художниками двух стран, двух приграничных территорий. За эти годы общество художников действительно стало мостиком, соединяющим два народа – наши культуры, прошлое и будущее. Как отметила польская сторона, выставка – настоящий подарок для всех поляков ко дню независимости. Они сделали, конечно, не только небольшой мосток, который еднает эти страны в великой реке, Бук, но, мне кажется, они сделали гораздо больше. Это уже конструкция очень мощная, и мы это видим. В этом соединении есть большие имена, есть люди, которых работа показывается не только здесь, в Беларуси, есть люди, которых работа показывается во всем мире.